Ничего особенного не случилось, то, что случается, точнее, то, что обсуждается связан с Российской базой, это вообще имеет отношение больше к внутриармянским дискурсам, к тому, как и каким образом в Армении обсуждает вообще взаимодействие с Россией, в том числе в военной сфере. Это в Армении было последние, как минимум, лет 10, если не больше, и будет. Более того, будет увеличиваться. В Армении есть некоторая страна социальная и среди журналистов в сетях, в, я не знаю, в гражданском обществе и так далее, людей, которые не очень довольны уровнем взаимоотложения с Россией. Это все время раздается, об этом всегда говорится. Россия продает оружие, азербайджанная российская база – это не безопасность, а угрозы. Я в тезисе перечисляю, да, все, что связано с Российской базой, оно приносит какие-то проблемы и так далее. И вот это настроение приводит к тому, что каждое событие, даже мелкого масштаба, оно вызывает такой вот медиапузырь, что будет, и человек будет сотрудничество с Россией, будет оставаться таким же, как оно есть, будут продолжаться постоянные контакты, и, собственно, постоянный процесс. Собственно говоря, министр обороны это и сказал, если переводить свежего политического, да, на человеческий язык. Российско-органские отношения в сфере безопасности, они просто в другом месте находятся, чем медиапузыри. Они обусловлены многими геополитическими обстоятельствами, которые не исчезли и не исчезнут в ближайшие как минимум годы. И поэтому они будут оставаться гораздо более серьезно. Извините, например, транзит власти в Армении, он все равно не сказывается. Российские обязаны в отношениях, а что там говорить о каких-то происшествиях в себе? Российские обязаны в отношениях? Я не могу комментировать, высказывать у всех трех миллионов арганских политологов. Что я сказал, то я сказал. Это события чрезвычайно мелкого масштаба. Такие события, конечно, будут происходить и происходить. Их невозможно избежать. У нас объявление Мюксембурга стоит, у нас стоит российская армия, и, соответственно, у нас есть какие-то проблемы. Но обсуждения, которые будут вокруг, это конспирологически, это трактовать совершенно не готово. А то, что общество отзывает, то должно что-то отвечать на те дискуссии, которые есть в стране. Вообще, эта власть, она же новая, меняющая, приходящая власть, она вообще, как и всегда, после такого рода избили, после такого рода транзитов, она очень сильно опирается на общественное мнение. Это их основной фундамент, их основной педра, кто наш, кто опирается на те боли, что транзит не завершен. Впереди еще выборы, то есть взята исполнительная власть, на локальных уровнях это еще происходит. Передача власти, изменяется уже количество парламенту, ну там тоже что-то происходит, но очевидно, где будут выборы. Соответственно, все это еще не произошло, поэтому, поэтому премьеры, вообще новая власть, они должны реагировать на то, что происходит в общественном мире. Мы это видим, по различным высказываниям, по отставкам, по тому, каким образом объясняется, что и как мы, в моем смысле, они пытаются делать и так далее. Это довольно естественно после такого рода событий. Так и должно происходить. Ну и то и другое, ну конечно, нет, любые информационные кампании, дискурсы, любые разговоры, да, скандалы, которые могут возникать, они все, конечно, подвергают испытаниям российско-армянские отношения, в этом я согласен с Гювером. Другое дело, что российско-армянские отношения к этому привыкли, то есть те люди, которые занимаются решением проблем, они привыкли существовать в таком формате, в котором они существуют, да. И эти отношения подвергались гораздо более серьезным ударам, да, но вспомнить дело Берликова хотя бы, вспомнить эти дискурсы, которые были в стране после четырехдневной эскалации 16-го года и так далее. То есть когда происходят такие события, ну в России же тоже, да, обращают внимание, смотрят, читают, пишут отчеты, журналисты пишут какие-то статьи. То же самое происходит и здесь. И это подвергает какие-то испытаниям, в общем, я с ним согласен. Между прочим, мы очень часто просто не замечаем, мы смотрим на реакцию России, а к реакции в Армении относимся довольно спокойно, и ее часто пропускаем, и мы уже, между тем, в Армении пишутся тексты про Россию, по сравнению с которым Догин, иногда кажется, с фигурочкой, и ничего, в общем, как-то, все это проходит. Это такой процесс, и есть действительно проблемы, но, в общем, я повторюсь, за это, в другом месте находятся военные, взаимодействуют, да, в достаточно высоком уровне, это взаимодействие, как всегда у военных, оно довольно закрытое, там есть взаимопонимание, имеют важную роль в другом уровне. Почему обязательно кто-то должен за этим стоять? Сказано же все, да, я, собственно, ответил уже, кто стоит за этим? Хорошо, давайте попробуем. Социальные сети и журналисты всей Армении. Ужасно здорово, да, созвучие название этого села с русским, да, собственно, армянским словом паника, да. Ну, панически воспринимать любые события взаимодействия, это характерное свойство армянской общественной мысли, журналистики, социальных сетей, все, вот, того же, вот, визмущей аналитики и политологии, концеперологии и так далее. Вот все это происходит, и события, которые в начале года, может быть, просто не были замечены. Я не знаю. В общем, это кончится, потом я скажу, да. Почему, ну, раненым, я только что сказал о Гюри, о Преснякове, о Пермекове и то, что там произошло, о том, что там произошло. И это был более серьезный удар, конечно же, да, по вот этому взаимодействию. И через него тоже прошли. А до этого была четырехдневная эскалация и такой же медиапузырь, на самом деле, гораздо больше, о том, что вот, оказывается, выяснилось, что, оказывается, Россия подает оружие азербайджанам и так далее. И это некий формат общественный, который все время существует, и он использует поводы, которые возникают. Поводы возникают, их каким-то образом разруливаются. Министр оборудован об этом говорил. Как-то созвонились, поняли, какие там ошибки были. Совершили, но осадок остался. Это пройдет, это отдать новость, отдать девку. И журналист, он лучше меня это понимается. Это пройдет через несколько дней, но потом, когда-нибудь возникнет другой какой-нибудь повод. Опять будет что-то такое, потому что общественное настроение, оно таковое. И чу-то не умеет, если не умеет, а это осадок разное. Не всякого сомнения не имеет, только это предыдует довольно большую лекцию. Это тоже не сделать. Конечно, конечно, и не. Мне не порой Тонуян, а что он сделал ввиду, спрашиваете у него, о серьезных изменениях в положении в власти по технобилибинке. Будет продолжаться сотрудничество, будет оно расширяться и совершенствоваться. Это происходит все время. будут продолжаться перегамы от поставки различного типа вооружения. Дождя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, например, сейчас чего-то там говорю. Это вы накачатываете. Это айка-канковый или не айка-канковый? На уровне правительства российского такого рода заявления я не слушаю. Значит, то, что в России... Теперь давайте поговорим о том, что повторюсь, да? Вот представьте себе, что вы с таким же... Я просто не хочу называть фамилии и средства базовой информации. Представьте себе, что вы с такой же заботливостью отнесетесь к тому, что в Армении пишется о России. Как вы после этого себя почувствуете, если вы будете русским человеком, который это прочтет? А есть там люди, которые это читают. Значит, теперь о том, что происходит в России и почему. Это неофициальная реакция. Официальная реакция в общем будет непонятна. Но в России вообще, если смотреть на внутрироссийские дискурсы, в контексте, они просто прорывая оттуда отдельные травмы, когда они касаются армян, наши журналисты, нежурналисты гуглят, находят слово армяне и обращаются к этому. А что в России говорят по поводу Грузии, по поводу Украины, по поводу Белоруссии, по поводу Казахстана и так далее? Это просто не обязательно надо. В России существует, ну скажем так, психология ассорзённой грязи, да? То, что всё, что делается вокруг, делается против неё. Что везде, которая борьба происходит, это какой-то Майдан, где Запад борется с российскими интересами. В России люди склонны трактовать внутриполитические проблемы в странах, тех, которые они называют гривенными срубежьями, как вот российско-американские или российско-западные взаимоотношения. Прорусские, антирусские часто, не понимая, не углубляясь в нюансы, не знать, не обменуло, как говорят, а это же не политологи, занимающиеся Армении, говорят, как-то их на пальце на одной руке, это считает, может быть, даже меньше. Соответственно, вот такого рода настроения в особой эмоциональной форме они могут появляться и в прессе, и появляются. Появляется и другое тоже. То есть одновременно существует, предположим, высказывание Янина Леольцева и высказывание, предположим, Маркетонова. Армянская пресса, она сосредотачивается на высказываниях Леольцева. Потому что, ну, в общем, причины в этом есть, и эти причины, так же, как в предыдущем вопросе я отвечаю, будут причины дискурса внутри Армении, в отношении. Не в том, что реально в силу паник произошло или не произошло, этого я не знаю, не узнаю, не очень интересно. А в том, какие существуют ощущения вот этого всего. Так же и в России все существует и будет существовать. В России всегда будут люди, которые будут чрезвычайно нервно относиться к тому, что в других странах элиты не вполне понятны. Что касается того, какие действительно эти элиты, нет, я не согласен с этими высказываниями, которые вы цитируете, русских людей. Я, собственно, в России это говорю часто и для русских. Те биографии, которые мы имеем в лице людей, которые сейчас находятся во власти, это обычные биографии обычных ереванских парней или там девушек, их возраста, их социального происхождения и их биографии. То есть вообще вот гражданского общества Армении, оппозиционные лидеры Армении, вот те люди, которые протестовали Армении, они вообще такие, ничего в этом удивительного, что я скажу. Да, вижу, и давно, и давно вижу. Ой, ну я же говорю, это лекция, ну невозможно, это приходите на интервью. Это называется постколониальный синдром. Это есть во всех постсоветских странах. Эти настроения есть в Белоруссии, эти настроения есть в Казахстане, эти настроения есть, естественно, в Украине. То есть люди, которые с подозрением относятся к России и к ее политике, они есть, это описано в науке, это обычно через поколение или через 20-25 после распада эфирий. Это обычно бывает. Мы это видели в других эфириях, в Малжире, например, и так далее. Это везде есть, в том числе есть и в Армении. И вот это очень интересно, на самом деле. Хороший вопрос, мне хочется об этом поговорить, но просто издеваться, ребята, над вами. Да, я могу часами об этом разговаривать. Вот смотрите, Азербайджан оружие продает России с самого начала, с 1991 года. Даже раньше на территории Азербайджана больше осталось вооружение, чем на территории Азербайджана при распаде Советского Союза. Очень много разговоров мы видим подорастающих. Последние, ну, наверное, примерно лет 7-8-10 лет. И они идут подорастающие. Это естественный процесс. С ним надо сосуществовать. Есть люди, которые по-разному относятся к России, в Армении. Есть люди, которые по-разному относятся в Армении к России. С этим надо жить, к этому надо приспосабливаться. И русскими нам с этим надо взаимодействовать. Да, есть люди в Армении, которые... Более того, их количество растет. Есть социологические исследования. У меня есть данные с 2011 по 2017 год. Количество людей, которые выбирают Европу, а не Россию, у Ильиничного числа на 5%. Это очень большая цифра. Очень большая цифра. Значит, среди молодежи и среди ереванцев. Это цифры большие. Ну и так далее. То есть это отдельный разговор, но вообще-то есть. И здесь не момент, но пацанцы.